СЕСЯ ПОЛИМЕНТА В скоро начнет весенне-летняя сессия парламента, а с ней и новый политический год. Какие же priorityты ставят перед собой парламентские фракции? Если говорить о правещем большинстве, то тут ничего нового. По-прежнему преславута европейская интеграция. ПОЗИТИЦИА МАЧРОТАТИТИИ ПАЛЛАМЕНТАРИДИНКА ПОЗИТИТИИ ПАЛЛАМЕНТАРИЦИИ ПРЕПЛАМЕНТАРУ ПОЗИТИЧЕСКИЙ ПРЕПЛАМЕНТАРИТИО Депутат от недавно еще правящей, а сейчас опозиционной liberal-демократической партии, Тудор Делиу, затруднился озвучить приоритеты. Он подчеркнул, что на недавнее совместное заседание парламента и правительства, которое состоялось 2 февраля, были приглашены лишь избранные, что говорит о том, что парламентское большинство другие мнения не интересуют. Тем не менее, либерал-демократы поддерживают правящее большинство в реализации так называемого европейского пути. О том, насколько нелегок этот путь к Европейскому Союзу известно чуть ли не каждому гражданину Молдовы. Несмотря на заверение депутатов большинства, что страна идет единственно правильным курсом, сторонников европейского пути за последние годы становится все меньше. Молдова, царя для успеха, Униона европейская и так далее, но и так далее. Несмотря на то, что парламентское большинство до сих пор на каникулах социалисты, не стоят и не намерены стоять на месте. Приоритеты фракции партии социалистов на 2017 год включены. Увеличение фонда субсидий, увеличение спектра услуг по медицинскому полюсу, увеличение пенсии дважды в год. Однако главным приоритетом депутат-социалист обозначил досрочные парламентские выборы. Мы в практике в месяц марта и не имеем еще часть субсидия пленарного парламенту, даже субтимана эта информация, которую мы имеем, субсидия нового авиалога. Мы видим, что не стабильные приоритеты, и не есть интеллекты в кадре этой мажоритеты. Что не приводит к людям и к идее, что этот парламент не является функционал, он не представляет votу сотрудников в 2014 году. Напомним, социалисты поддерживают законодательную инициативу президента Молдовы Игоря Додона, направленную на расширение полномочий главы государства относительно распуска парламента. Согласно последним опросам, более 50% граждан готовы поддержать идею проведения досрочных парламентских выборов, а около 70% недовольны текущей ситуацией в стране.